Я научный сотрудник Российской Академии Образования. Я параллельно работаю в Российской Академии Образования и в качестве педагога воскресной школы в нашем храме. А так как я и сама еще пела на клиросе, как музыкант, как вокалистка, то, естественно, возникла потребность как-то и детей привлечь на клирос, потому что детские звонкие голоса, летящие, сияющие, они же просто украшения и любого праздника, и службы. Песни мы поем, потому что, во-первых, это весело, и нашим прихожанам очень нравится, когда дети выступают перед ними с песнями. Потом я не слышала, чтобы дети как-то очень много пели сейчас русские народные песни, и это полезно для них. И эта распевка прекрасная. Голоса проснулись, распелись, и уже можно приступать к богослужебным репертуарам. Песни, жизненность. Песни в храме — это не просто пение, вот когда ребенок блистает своими вокальными данными, а взрослые вокруг восхищаются и хвалят. Пение — это молитва, пение — это сопровождение службы, пение — это сослужение священнику, это большая ответственность, и это то, от чего зависит совершающееся таинство. А то же самое в изобразительном искусстве. В процессе рисования непрерывно звучит молитва. И до рисования, и после рисования мы молимся, как перед началом любого дела. Человек, чтобы начать какое-то дело, должен получить благословение Божие, священника. Мы молимся, и когда дети рисуют, по очереди каждый из них поет молитву своему ангелю-хранителю, своему святому. Ну, если бы... Великомученицу Ирину, моли Бога о нас. Пою я, когда доходит очередь петь до меня. И так мы рисуем. Работы наших детей неоднократно выставлялись. И выходят каталоги. Вот вышло 4 или 5 каталогов уже, по-моему, наших, от ежегодных выставок. В январе этого года дети выставлялись в детском отделе Третьяковской галереи. Выставка длилась около полутора месяцев. Там было 5 наших работ. В ближайшее время мы планируем выставиться в выставочном зале Храма Христа Спасителя. Рисуя, дети узнают историю Ветхого Завета. То есть не нужно им все есть, что вот, сначала было там вот то-то, потом Бог сделал то-то. Рисуется изгнание из рая. Чтобы это нарисовать, ребенок должен понять, да, что произошло, что пережили люди и что они пережили после изгнания из рая. Рисуется исход. Понятно, что дети прекрасно уже знают, что происходит, да, вот рисуются эти волны, рисуются фараонские колесницы. То есть в деятельности, во всем том, что ребенок совершает, он усваивает все то, что необходимо ему знать по Ветхому Новому Завету. То есть не нужно специально ему это назидать. Он это все усваивает, ну, как дыхание. Вот плоти, кровь, дыхание, молитва, все это. И все это вместе, все это естественно, и все это живое. Не назидание, а жизнь. Есть другие группы, о которых стоит рассказать. Это такая очень пестрая группа, которая занимается у отца Дмитрия в воскресной школе рисованием, пением. Там много что. Мы читаем там жития святых. Мы лепим здесь. Мозаика. Это очень необычно. Во-первых, мозаика – это не просто цветные стекла, это настоящая смальта, настоящая византийская традиция. Очень интересная еще, конечно, отдельная тема, о чем я не успела сказать. Это наши походы. Это даже не походы, это назвать можно паломническими поездками. На Сольбу, на Оке в этом году дети были. Иногда это бывает в палатках, иногда это, скажем, монастыри, в которые мы приезжаем, предоставляют какие-то помещения, в которых дети живут. Монастырский образ жизни, молитва утром и вечером, скажем, какие-то дела, которые назначены на день. Цель этих поездок, во-первых, конечно, отдых такой, отдых особый, отдых православный. Они делают там то же самое, что делают и здесь, в воскресной школе, но просто ответственности прибавляется, потому что они уже несут ответственность не только за то, что они представители такого храма, но и за то, что совершается в монастыре, в который они приехали. Они по-настоящему помогают на полевых работах, по-настоящему помогают на реставраторских работах, молятся. Дети очень много молятся, и молятся у нас с любовью и охотой, их понуждать к этому не нужно. Молитва у нас звучит, не прерываясь, и на занятиях, и на трудах, когда мы выезжаем куда-то. Спорт тоже есть, конечно, хочется и побегать, и попрыгать. И в футбол там у нас дети играют, и в волейбол играют, и канат перетягивают. Мы законы Божьи привязываем к жизни конкретной. Например, когда мы в лагерь ездили последний раз, и закон Божьи у нас был 3-4 раза на день. Как он был? Очень просто. Что ему случалось, естественно, с детьми, какое-нибудь происшествие? Невольно все собирались, и сразу появился закон Божий. Почему так нельзя, так можно? И как должен христианин поступать? Все! Это был естественный закон Божий. У нас не было урока. Вот в это время закон Божий. Было бы грустно, если бы воскресные школы оставались вот этим самым маленьким островком, маленьким оазисом в бушующем море, которое мы видим вокруг. К счастью, это не так. Роль воскресной школы, она, слава Богу, возрастает. Хотелось бы, чтобы в нашем достаточно пестром сейчас обществе и в этно-смысли, и в религиозном, и в материальном, к сожалению, единообразия быть не может. Но единство и целостность человеческого общества, наверное, она достижима, если бы больше доверяли опыту православной церкви. Если бы люди видели то, что происходит в храмах, как естественные, как живые, как гармоничные дети, которые здесь находятся, если бы люди отделались от каких-то стереотипов, что в храм приходят просто потому, что больше деваться некуда, на самом деле все по-другому. Здесь можно черпнуть живой воды. Образы русских народных сказок, они ведь не даром повествуют о мертвой живой воде. Вот та живая вода, которой можно черпнуть и немножко утолить вот эту жажду от этого безумия окружающего мира, она здесь. Православие готово принимать активное участие в воспитании детей вне зависимости от того, кто перед нами там. Академия пока смотрит осторожно на эти попытки. Нашим почетным академиком является святейший патриарх московский Всероссий Алексей II. На прошедшем годичном собрании Академии его слушали со вниманием, с интересом послушали о том, что патриархи заботятся о беспризорных. То есть эта тема, по-моему, всех задела, насколько я поняла. Вот я сужу по реакции научных сотрудников, которые были на годичном заседании Академии. Эта тема тронула всех. О том, что дается беспризорникам профессиональное образование. Я знаю, что при Толице Сергиевой Лавре есть такие цехи целые, открытые, громадные. Ну, многое о том, о чем рассказывал святейший патриарх, вызвало, по-моему, сочувствие. Сочувствия, на мой взгляд, это уже немало. И, может быть, на базе этого сочувствия родится какое-то сотрудничество. Редактор субтитров А.Семкин